С самого утра на Голубых Далях начинаются работы по благоустройству. В Сочи объявлен краевой месячник. Дворники убирают мусор и опавшую листву, а вдоль центральной дороги микрорайона маляры и штукатуры приводят в порядок подпорную стену. В порядке должны быть и многоквартирные дома, напоминает мэр, указывая на неопрятные фасады, грязные окна, неотремонтированные подъезды. Прежде всего, это неудовлетворительное содержание самих жилых домов. Это, конечно, упрек, прежде всего, управляющим компаниям. Потому что управляющие компании должны следить и за чистотой фасада, и, конечно, чтобы были чистые окна, и, конечно, подъезды. Глава заметил, что контроль за работой управляющих компаний станет основной темой его обхода в мае. Внешний вид торговых объектов в микрорайоне также вызвал недовольство Анатолия Пахомова. Мы собираемся сегодня мыть его? Да нет, его мыть надо каждый день. Во всем мире. Прежде чем начинают работать, начинают мыть. Мэр напомнил, что от чистоты магазина зависит не только доход предпринимателей, но и складывается впечатление обо всем городе, который готовится встречать гостей чемпионата мира. Но не всем гостям здесь будут рады. Вот, например, парочка из Троицка у подъезда одного из домов с самого утра у подъезда пьет пиво и курит, никого не смущаясь. На замечания не реагируют. Мне не нравится, что вы сюда сидите, дети ходят и вообще… А вы знаете, что деток пьет и пьет? За правонарушением грозит штраф или административный арест на 15 суток. Тем более, что рядом находилось много детей. В сочинских школах сегодня отменены уроки из-за экзаменов девятиклассников. Кстати, замечания школьников по оснащенности детских площадок глава также не оставил без внимания. Нужно привести в порядок все девять таких площадок микрорайона. Молодое поколение – это самое счастливое поколение. Оно растет во времена, когда в Сочи прошла Олимпиада, когда большое количество спортивных школ, и каждый может иметь возможность там заниматься. Молодое поколение живут в красивом городе. Естественно, они для себя формируют хорошую ментальность. Уже традиционно во время обхода мэр зашел в гости к двум ветеранам. Кирандук Сизо 35 лет руководил совхозом «Южные культуры». Антонина Масленцева 39 лет проработала санитаркой в санатории «Аврора». Анатолий Пахомов подчеркнул, ветераны могут рассчитывать на любую помощь от города. Например, ремонт в доме или медицинское обследование у специалистов. Давайте, если нужна моя помощь в плане того, чтобы побыстрее отправить на реабилитацию, пусть проверит хирург. Если скажет, нужна реабилитация, дальше вы мне скажете. Я договорюсь, возьмут, даже если нет у них каких-то путевок, все равно отправим. Договорились? Всего в городе проживает 3425 ветеранов. Из них 329 человек – участники Великой Отечественной войны. За каждым из них закреплены школьники и студенты, которые помогают пожилым людям в быту. Кроме того, квартиры 35 ветеранов, нуждающиеся в обновлении, будут отремонтированы за счет муниципалитета. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Максим Гавригин, телекомпания «ФКТ». Спасибо большое, да? Спасибо.